Невозможно, невозможно, как вы шутят, без конца кусаться и не превратиться в кусючую собаку. Невозможно. Феромка ничем меняется. Меняется. Замечательно. Был третий вопрос. Напоминаю третью часть вопроса. Как должно изменяться образование в эпоху электронного текста? Ну, как оно? Ну, это технологии. Вопрос треть. Это не содержание, а технологии. Технологии – способ доставки содержания. Содержание меняться пока, мне кажется, не должно. Ну, а технологии – доставки. Но они будут меняться. Через два-три года в школу придут планшетники, потому что ясно, что выбор между ридерами и планшетниками пришился к планшетникам. И Чубайс, который пытался в общем правильнее сделать заказал в планке, построил завод под производством ридеров, не бьющихся модульным экраном, в общем, проиграл. Потому что ясно, что там будет большое развитие в ридерах. И впервые появилась гибкая электронная бумага, которая гнется, не ломается. Но эта технология будет еще не скоро. Придет Чубайс, чего не учет. Он давно не держал в руках маленьких детей. Он забыл, как они устроились. Что забыл, что школьный учебник – это многофункциональное устройство, одной из целей которого бить, например, по башке. Поэтому ридерам не очень по башке подбьешь, пока оно не изменяет свою структуру. А планшетникам для башки рискованно, а планшетник – не. Я бил человека по голове Чубайс Буком, Чубайс Бук лучше выдерживает это воздействие, чем другие планшетники. Ну хорошо, согласились. Но тем не менее, думаю, что пойдет планшетник, мы увидим. Я не против, пускай идем. И школы будут между людьми, да? Нет, нет, школы будут между людьми, библиотеки могут. Ну как же, планшетник учить или планшетник? Нет, у вас учебники закачаны, изгните. Вот это все разговоры про то, что вот новая книга не такая мультура. Слушай, что такое пергамин? Самая прекрасная книга на сайте. Библия пергаминская – это тысячи ягнячих шкур, зарезанных ради того, чтобы эта книга не было. Станок из тысячи ягня. Бумажная книга – прекрасно, но деревня… Поэтому так и стремится. Движение силеных просто не было. Ну, оно же не случайно выйдет. Значит, и, в общем, короче говоря, устройство будет. Пойдут и туда ридеры, планшетники, ну, может, когда полуторатный ридер поймут. Ясно совершенно, что многослойная книга будет учебная. То есть там, в чем хороши современные технологии, можно положить свой на слой. Книжка бумажная, она бумажная, и все. Сквозь нее не может звучать, а у нее книга, что была очень удобная устройство. Там не может ожить иллюстрация, потому что важная иллюстрация – это уже третье устройство. А в учебнике по-настоящему цифровом все это может наславиться. То есть там может быть и видео вмонтировано, если нужно, как иллюстрация. А желание? Вин-3D-шные конструкции, которые там все-таки геометрические и искусствоведческих вещах – это важный голос, который мы можем привести, там прямо сразу включить, как автор читает свое стихотворение, и все, другой эффект восприятия. Много преимуществ. Их просто нужно научиться использовать и уже учиться. Мы точно знаем, что в таком уровне эксперименты ставится. Так что технология хороша. Вопрос содержания. Мы чего хотим в школе? И это вопрос не зависит от цифровой технологии, это зависит от того, чего мы делаем в этой жизни. Какая картина мира у нас перед в нас. Мы хотим сложного человека, развитого человека, или мы хотим исполнителя, который не о чем-то заданет. Старик, после войны, четко сам себя ведет. Мне нужны исполнители, поэтому развивалась система ФСУ, от фабричной заводки, училищ. Это по-своему логично. Если вы хотите такого, значит, допустим, Хрущев сказал, мне нужна научно-техническая революция, тогда стали Кромоборовская школа и сложные ответы. Но сегодня, если мы отвечаем, мы понимаем, какого типа нужно нам образование. А все остальное, то есть технологии. Мы все время про технологии. Мы все время про цифры, сроки. Сколько я в школе буду учиться? 10, 11 или 12. А вы мне скажите, чего мы хотим. Тогда я пойму, сколько нужно. И это вопрос от 25-го. Мы все время обсуждаем, ломаем копию. Каков объем знаний? Какова модульность? Мы что хотим? Чтобы человек помнил все, и чтобы он умел интеллектуальной деятельностью заниматься. Это не совпадает. Знание, конечно, вещь важная. Оно должно быть, но если ставка на интеллектуальную деятельность, то оно должно быть. Тогда про содержание важнее, а про технологии очень интересно, но потом. Мои студенты очень любят всегда пройти. Когда им поручаешься на новый проект, они считают, это будет стоя, стоя. И сто, сто. Начнем про что, для кого, как, а потом посчитаем сто. И никакого обратного пути не будет. А почему в борьбе за новую школу побеждают чиновники от образования, которые пишут учебники, требующие перевода на русский язык, а чем, собственно, понедельник у вас в программе «Эшла речь»? Стоп, смотри. Мархироваться, какую новую школу они будут. За школу, которая воспитывает человека, способного не только напитаться знаниями, которые устаревают в течение 5 лет и так далее, и так далее, но и способным модульным образом заниматься проектной деятельностью и прочим ужасом, от которого просто голова растет. Ну, ничего страшного, проектной деятельности нет, если она не заменяет ежедневную интеллектуаль, а имя... Я не занимаюсь родителей. Если родители после работы не занимаются работой вместе с ребенком, то есть, смотри, не надо путать Кондакова как издателя, он не является автором учебника, даже инфонировая там стоит. Поэтому вопрос об учебниках отдельный, вопрос о том, какие языково написаны стандарты. Второй вопрос, что у этих стандартов хорошего, что у плохого, это третий вопрос. Если перевести на русский язык то, что хотели сказать, то ничего страшного, там есть... Почему на таком языке не понимают? Почему нельзя было позвать нормальных людей, которые будут писать то же самое, человекообразно? И... Как с этим бороться? Да, мне кажется, бороться не надо, а надо альтернативы создать. Мы все время что-то боремся, реформируем, давай что-нибудь создавать. Это вот как, знаете, как боролись, там, долевые годы, боролись с Академией наук. Ну, конечно, Академия наук не самая современная студия. Конечно, по-хорошему надо, чтобы работали университетские лаборатории, и они создают науку во всем мире в большей степени, чем экономические спецы. Но давайте мы сначала создадим лабораторию, а потом будем сокращать Академию наук. А то, мы, 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 уничтожим академию, сокращаем Академию наук, а университетские лаборатории так и не развиваются. Так и с университетами. Ну, понятно, что не может быть тысячи-сту университетов в... не таком количестве преподавателей, ресурсов. Но давайте мы создадим место очень хорошее, а потом начнем сокращать те, которые нежизнеспособны. Мы начинаем оптимизировать. Есть такое страшное слово оптимизация. Это когда непонятно подо что, мы начинаем все подсидеть. Что касается школы, ужас состоит в том, вот там проблемы в герцгимназии и милиции, которые не попали в новый закладок образования. А эта школа привожена с обновленно изучать серьезные отличия. Ужас заключается в том, что во многих регионах, не во многих, но в некоторых, мы точно знаем, как в герцгимназиях регионов, до 50% школ были оформлены как лицей и герцгимназии. Хотя таковыми не являлись и не могли являться. Это было бы. Так вот, вместо того, чтобы бороться с футболом, начинаем бороться с герцгимназией. В итоге выводим понятие лицей и герцгимназии из законных образований и на откуп регионам отдаем решение о закрытии прекращения финансирования. Слушайте, вы либо не создаваете проблему, либо не отрубайте пункт. Заказы, никакого заказа на новую школу я от государства не вижу. Попытки ее предложить вижу, а заказы будут. Вижу заказ на усреднение и сужение всего сколько-нибудь слов. Я хотел бы сделать три объявления. Во-первых, у нас села по-талюсу. по-как-ак-ак-ак-ак-ак-ак-ак-ак-ак-ак-ак-ак-ак-ак-ак-ак-ак-ак-ак-ак-ак-ак.